Всем здорова! С вами снова Санёк. И сегодня я хочу предложить свой вариант трубогиба, который я сделал не так давно, для профильной трубы. Сразу извиняюсь перед критиками, так называемыми экспертами. Пятиминутного ролика не получится. Всё-таки нужно показать, рассказать и максимально это всё дело объяснить народу, как просто сделать себе трубогиб. Кто ещё только думает, возможно я кому-то помогу с выбором. Всё-таки интересная получилась у меня интересная конструкция. В интернете я такой не видал. Мужики, ну начал делать, получилась она сама собой. Даже не задумывался, по большому счёту, что у меня выйдет. Ну конструкция получилась вот такая. Снимаю всё с первого дубля, с первого кадра. Могу что-то забыть, могу что-то пропустить, могу где-то повторяться. Итак, что же, как он выглядит и что же он может, да? Ну немножечко так, буквально секунд 30 ещё. Не мог я определиться с выбором, какой мне прижим сделать. А он и бывает нижний, бывает верхний прижим, да? Бывает боковой прижим. Ну от бокового я отказался, мне что-то не очень понравился. В итоге я сделал себе комбинированный, комбинированный такой станок, который жмёт трубу как снизу, переделывается в течение одной минуты. В верхний прижим жмёт трубу сверху, плюс он ещё трубу разгинает, то есть арку разгинает в обратную сторону. Бывает такое, просчитались, перегнули. А как её разгонуть? Никто не знает, никто не показывает. У меня этот станок ещё разгинает трубу в обратную сторону. Интересно? Тогда устраивайтесь поудобнее и слушаем и смотрим. Значит, по размерам, смотрите. Длина вот этой станины, что этой, что этой, 35 сантиметров. Швеллер 12. Вышина, вот они, направляющие на 4 штуки, 40 сантиметров. То есть от земли он всего лишь на всё, 40 сантиметров. 35 на 40. Вот такой вот получился аппарат. Давайте мы его сейчас соберём. Собирается он очень быстро, очень легко и очень просто. Сейчас я его соберу в положении нижней прижимы. Ну, это я, может, неправильно называю эти вещи. Как говорится, ну, вы меня понимаете. Трубу будет сжать снизу. Значит, собираем. У меня это всё дело будет работать на данкрате. От винта я отказался, потому что всё-таки у меня он будет работать в трёх режимах, в трёх положениях. Винт здесь, ну, никак он не вписывается. Так. Ставим на данкрат вторую часть. То есть у меня здесь вварено кусок трубы по размеру, чтобы входил вот этот пятак с данкрата. Это центр. Никуда он не падает, никуда он не сваливается. Вкидываем четыре направляющих. Они абсолютно одинаковые и взаимозаменяемые. То есть не зависит от того, с какой стороны, куда какую ставить. Ну и, соответственно, вставим верхнюю часть. Всё это крепится на восемь болтов. Крутить буду шуруповёртом, дабы ускорить весь этот процесс сборки. Болты я не затягиваю, пока я его не соберу полностью. Потому что всё-таки конструкция интересная, имеет свои нюансы. Может где-то что-то пойти наперекос. Потом это будет два раза дольше собирать. Штанок практически собран. Вот болты мы закрутили, все восемь. Теперь протягиваю. И осталось надеть возвратные пружины. Вот возвратные пружины. Это пружины Волга-капот. Автобембелисты меня поймут. Одеваю я их вот таким вот образом. Одна и вторая. Я правша, поэтому мне удобно, чтобы рычаг стоял с правой стороны. Вот таким вот образом. Скидываю рычаг. Два вала. Валы. Значит, это поперечный стабилизатор. Классики. Шестёрка, который вот кривой этот. Сталь хорошая. Мне понравилось. Не сверлится. И ставим верхний вал. Вот такое колесо. На нём же я согнул. Длину я вала ещё для себя не определился, какая мне нужна. Поэтому пока так. Здесь я проточил под шестигранник. С обратной стороны тоже самое. Колесо это снимается. Можно вращать это всё дело шуруповёртом. Снять колесо. Вращать шуруповёртом. Здесь у меня прижимается болтом колесо. То есть здесь тоже самое шестигранник стоит. Это на тот случай, если нет реверса на той же самой дрели, можно гонять это всё дело дрелью. Но я буду показывать на коротких трубах. Поэтому шуруповёрт и дрель мне не нужна. Вот станок собран. Мужики, ну даже и минуты наверное не прошло. Это нижний прижим. Есть у меня вот такие вот из обычной чёрной трубы дистанционные втулки. Они вот чуть больше. Этот размер под полтора. Этот размер у меня под двойку трубу. Максимум, который сюда можно вставить трубу, это 4х20. Я его и делал для такой трубы. Для большей трубы размера. Там 40х40, 40х60. У меня есть другой труба. Поэтому о нём речь сейчас не пойдёт. Итак, вот станок собран. Ребята, давайте прокатим. Буду показывать на примере полторашки. Я её уже тут катал-катал, выгинал-разгинал. Раз в 10 это точно. Поэтому до 11-й, я думаю, ещё выдержит. Подогнал, поджал и прокатываем трубу. Этот вариант, вот нижний прижим, очень удобный тем, что колесо не достаёт до основания, до земли, до верстака. Кстати, вот на земле его можно очень удобно использовать. Он постоянно будет... Не будет цепляться. Здесь 3 сантиметра я оставил зазор. Лентяйку может ещё сделать. А может сделаю просто рычаг. Не знаю. И, короче, понятно. Ещё раз прокачу. Трубу в арку согнёт. Это вот одна из возможностей. То есть, нижний прижим. Сейчас мы его переделаем немножко по-другому. Эту же трубу я дожму. Возвратные прижимы работают хорошо. Данкрат опускают. Валы достану. Я их не прикручиваю, потому что... Ну как... Демонстрирую. Всё это можно, конечно, протянуть, когда настроил для себя. Итак, переделываем станок. в положении верхний прижим. Снимаю пружины. И... 8 болтов надо раскрутить. Данкрат у меня двухтонник. Сделал под него. Всё очень просто. Из сварочных работ приварил вот. Только для направляющих. Трубы для направляющих. Ну и в трубах там гайки. Но это я покажу. Всё, это дело теперь разбираем. Убираем данкрат. Он нам пока не понадобится. Трубы упали, как всегда. Ну ничего. И собираем. Ещё раз собираем его. Здесь у меня выставлены вот здесь отверстия. Потому что на подшипниках у меня штуцера сверху. Здесь сбоку почему-то. А здесь так продали в магазине. Вот. И собираем. Очень всё это делается быстро. На камеру, конечно. Я волнуюсь. Могу здесь где-то ошибиться. Если вы думаете, что он клипный и болты не выдержат, ребят, проверил уже. Всё отлично. Вот так вот ставим верхнюю часть. Размер можно сделать абсолютно любой. шире, уже. Ну я это сделал себе именно так, чтобы он был негромоздкий и мобильный. Ещё один болт. Пружины сейчас улетят. Как всегда. Как только стало, всё на место протягиваем. И тут единственное, что нам нужно поставить донкрат. Донкрат ставится вот таким образом. это дело поднимается до упора. И одеваем пружину. Нет. С той стороны. Вот так. Ставим обратно. Я ставлю валы. Я их не прикручиваю, потому что это всё пока мне не нужно. Вот я правша, поэтому я ставлю донкрат на правую сторону. Мне так удобнее. Может кто-то левша. Ради бога. Разверните как вам удобно. И ставлю колесо. Не колесо, вал. Видите, вал получился ниже стола уже. То есть это больше, наверное, скорее всего такой вот верстачный вариант. То есть надо где-то его ставить на какую-то площадку. Табурьетку, я не знаю, какой-нибудь стол. Потому что вал уже находится ниже колеса. Но в таком положении он по мне так он удобнее. Потому что он находится на уровне пояса. И вращать вал удобнее. Давайте попробуем дальше докатать эту же трубу. Поджимаем и вперед. вперед и с песней, как говорится. Это положение верхней прижима. Еще разок и достаточно. Итак, далее. вот мы согнули арку. Можно гнуть колесо ее согнуть. Это лишняя трата времени. Как моего, так и вашего. Принцип понятен. И вот что нужно сделать, чтобы перенастроить его. Сейчас самое основное, самое интересное. Подобрались мы все-таки к этому. Чтобы он разгибал арку. Ну вот нам нужна вот такая арка. А мы ее перегнули. Перегнули вот в такую арку. Мужики, как ее разогнуть? Никто не знает показывает. Мне нужно достать для начала донкрат. чтобы не снимать пружины, я просто здесь поставлю что-то, чтобы пружины не сошлись. Чтобы можно было достать донкрат. Вот почему я не сделал винт прижимной. Смотрите. Элементарно просто. Переворачиваю станок и ставлю донкрат на место. Теперь нам надо достать ключ. Вот он вариант разгибочный. Вот нам нужна вот такая арка. А мы перегнули вот в такую. Ничего нет проще. Другим трубогибом, который с винтом, вы не просто не сможете перевернуть, будет мешать винт. А в положении, когда он стоит вот так вы просто его не разогнете трубу. Вы не понят мужики. Проверяем все на свои места. Пожалуйста. Разгибаем трубу под нужный нам размер. Достаточно. И вот была арка большая стала вот такая. Можно сказать две абсолютно одинаковые арки. Я их уже тут конечно гнул гнул. Но тем не менее вот вот один из вариантов использования данной конструкции. Давайте теперь его разберем полностью опять же. Ничего тут сложного нет абсолютно. Разобрать его и допустим обслужить. Всякое бывает. Где-то ломался подшипник. Вот сюда допустим толотницей уже не подлезешь. Надо что обслуживать. подшипник. ... 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 Вот и всё. Самая простая конструкция, мужики. Сейчас я попробую вам на пальцах показать, рассказать, как сделать. Проще не бывает. Сварки минимум, вы видите. Приварены только вот эти штуки. И вот здесь я поваривал гайки. Будет видно, не будет, не знаю. Для того, чтобы закручивать болты. Сейчас расскажу, как всё-таки по размерам, как сделать, как минимум не считать это всё дело. Единственное, что нужно маломазьки, сварочкой всё-таки уметь пользоваться. Ну и понадобится угольник, болгарка. Всё. Ну и дрель. Погнали. Итак, мужики, по размерам. Как же всё-таки сделать себе такой трубогиль? За основу, я уже говорил, взят 12-й швеллер. Можно было сделать его из 14-го, из 16-го. То есть, подшипники поставить подальше, для более, как говорится, большего размера трубы. Но, мне это было не нужно. Поэтому, я взял себе 12-й швеллер. Почему именно швеллер? Да потому, что уже готовая станина. Не надо. Можно это было сделать, конечно, из трубы квадрата, из уголков сварить. Ну, это опять же, сварить, сварить, сварить. Это всё-таки лишние расчёты, лишний геморрой, на мой взгляд. Поэтому, взял два куска швеллера. Точнее, не взял, а сначала расположил подшипники. Подшипники у меня вот самоцентрующие. Очень удобно выставлять вал по отношению, вы поняли, друг к другу. Чтобы они стояли параллельно. Потому что, если делать, допустим, из обычных подшипников на трубах, ну, трудно угадать, трудно настроить. Здесь сместил право-лево, всё хорошо. В плане настройки очень удобно, быстро, оперативно. Итак, швеллер. У меня 35 сантиметров. Можно было сделать его ещё уже. То есть, подшипники поставить ближе. Ну, не знаю. Ну, почему-то так. Отрезал. Я же говорю, получился он сам собой. Два куска швеллера. Поставил друг на друга. Ровненько. Выставил с одной стороны, с другой стороны. Всё. Прихватил сваркой, мужики. По углам прихватил сваркой, с четырёх сторон. Сверху поставил другой кусок швеллера. Размер я вам говорить не буду. Я его отрезал по размеру подшипников. То есть, как идёт подшипник, так я его отрезал. Расположил, если убрать подшипники, вплотную на швеллер. Прихватил в двух местах, по центру. То есть, они у меня все находились, как говорится, в таком вот сваренном состоянии. Друг на друге лежали. Чтобы можно было их смело вращать, так как мне нужно. Потом взял два куска трубы. Это у меня два на два. Два с половиной на два с половиной. Они не были разрезаны, а были абсолютно целыми. То есть, целый кусок трубы. И с помощью угольника, по краю швеллера, здесь, вот этого швеллера. Я ориентировался на этот швеллер, на верхний. У меня получилось расстояние именно вот такое. У кого-то может оно получиться больше. У кого-то меньше. Без разницы. Вот. Чтоб ни дальше, ни ближе. Как бы. Ну, меня поняли. На пальцах объяснять намного сложнее, чем показывать. Ну, момент самого изготовления, самой сварки, самой сборки. Но я не снимал. В итоге. Труба соцельная. Угольник. Поставили. Прихватили. Проверили со всех сторон. Стоит. Проварил. Другую поставил. Проверил, проварил. Расстояние. Расстояние. Центр. Нашли центр. Все. Все чудесно. Все делаем. Отмечаем. Размечаем. Так же точно с той стороны. Когда уже эти трубы были приварены. Я болгаркой их пораспиливал. Просто их тупо пораспиливал. И они находятся друг напротив друга строго. Строго друг напротив друга. Все. На этом сварочные работы. Ну, уши еще приварил. Это уже в самом-самом-самом конце. Для того, чтобы можно было крепить к чему-то там. Ну, чтобы он был более-менее устойчивый. Если большая труба. Шестиметровая. Я его крепил на поддон. Гнул на земле. Крепил на поддон. У него площадь опоры большая. Он не переворачивается. Замечательно гнет. Вот и все. А-34. На этом сварочные работы станка закончились. Распилил. Рассоединил. Получились вот такие три части. Поставил подшипники по краю. По краю, мужики. Прямо вот как идет швеллер. Так у меня и стоят и подшипники. Подшипники это 204. Внутренний диаметр 20 мм. Я же говорю, идеально подошел вот этот поперечный стабилизатор. Идеально. Люфта нету. Заходит, ну как, ну не то, что свободно и не туго. Ну, в размер тот, что нужно. Ничего не согнуло и иди работки вообще нет. Четыре направляющих у меня, вот они по 40 см. Главное их отрезать ровненько. Ровненько отрезать. Дальше. Разметить вот эти вот отверстия, чтобы они были все, верится, на одном уровне. Опять же, тут ничего сложного нет абсолютно. Вставим на ровную поверхность. Взял, здесь нет обрезка. Взял еще один кусок. Сейчас я все-таки принесу. Взял еще один кусок трубы 22,5 на 2,5. Вот так вот поставил. Уже этих не было. Это я их приварил. Крепление в самом конце. Поставил ровненько. Отчертил. То есть, получилась линия на этих квадратах. Развернул. Поставил. Отчертил. Все это на какой-то ровной поверхности. Все то же самое здесь. Поставил. Отчертил. На всех трех деталях. Потом при помощи штангеля выставил середину. И сейчас штангель даже принесу. При помощи штангеля выставил середину. Как она там выйдет. И, грубо говоря, отчертил. Получилась линия. С двух сторон чертим. С одной стороны, с другой стороны. Чтобы они у нас совпадали. Нарисовался крест. То есть, центр отверстия. Взял сверлышко на четыре. Мужики, на четыре. Вот этих отверстий не было. Была сплошная труба. И вот таким вот образом. Поставил. Уперлась. Просверлил. Перевернул трубу. Поставил. Просверлил. Проверил. Совпадают ли отверстия. С верлышком на четыре. И они, мужики, совпали. И точно так же. Все отверстия сверлил. Вставлял трубу. Потом другую. Свободную. Вставлял. Сверлил. Сверлил. Короче. Прошелся. Далее. Китайским сверлом. Ступенчатым. Все это рассверлил под болт. Это у нас десятка. Под десяточку. Здесь, здесь и здесь. Поэтому вкидываем штангу в любое. И она у нас совпадает. Может я не могу на пальцах объяснить. Но это элементарно просто. Вот. Болт становится напротив гайки. Гайка напротив болта. Все. Отверстие к отверстию. Главное. Это сделать их абсолютно одинаковыми. Абсолютно. Где-то если вдруг что-то. Ну надо это все дело окультурить. Потом взял гайки. Повкидывал их туда. Зажал болтом. Подтянул их к стенке. И точечно сверху сваркой. Не знаю видно будет не видно. Это сваркой прихватил. Чтобы они все-таки держались. Это два на два. То есть труба в трубу входит. Люфтец есть. Но когда зажимает. Когда зажимает. Болты подобрал таким образом. Что они зажимают гайку. И еще упираются в заднюю стенку. То есть они еще прижимают. Заднюю стенку трубы. Не просто гайка. А идет на такой жесткий разжим. Если не знаю. Тоже на работу не видно. Там вот есть такая вот. На трубе все-таки. След от болта. То есть он. Прижимает еще и заднюю стенку трубы. Не только гайку. Но и стенку. Вот и вся конструкция. Тут я не знаю. Тут проще не придумаешь. Приварить подугольник трубы. Вот труба была соцельной. Потом ее разрезал. Все. Вдруг напротив друга. Крепление для пружин. Уже исходя из того, что тут получилось. Нашел центр. Прикрутил болты. Вот так, чтобы они не торчали. Это я делал под двухтонник. Если двухтонник допустим. Поставить сюда трехтонник. Он может не влезть. Просто площадку переворачиваем. И данкрат уже становится ниже. То есть можно поставить более мощный данкрат. Лишь бы он влез. Внутрь. Все. Такой вариант тоже возможен. И такой вариант. И такой вариант. Вот как-то так. Что еще рассказать? Я не знаю. Задавайте вопросы. Кстати есть у меня группа в WhatsApp. Я администратор. Называется она Синий трактор. Кому что не понятно. Присоединяйтесь. Вышлю видео. Побеседуем. Фото дополнительные. Никаких проблем не вижу. Может даже что-то подскажу. Может что-то вместе и придумаем. Поэтому. Всем пока. Всем удачи. Не забываем. Ставить лайк. Подписываться. На канал. Кто не подписан. Присоединяйтесь в группу. В WhatsApp. Будем как говорится. Дружить. Ну вот и все. Вот он. Вот он обычный. Самый обычный трубочек. Пока. común-пудляком телек. Ставьте, Ö она стоит�� Prab farmer. Суфrike-пап 기다� clientele.